Заместитель руководителя антимонопольной службы России прибыл в Саратов. С двухдневным визитом в области побывал Александр Кенев. У него запланировано сразу несколько встреч и мероприятий. Так он провел лекцию для студентов юридической академии, а также выступил с речью на совещании с представителями правоохранительных структур. Обсуждали возможности и результаты совместной работы по пресечению преступлений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства. Как отметил Александр Кенев, нужно более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В плане применения уголовной ответственности есть определенные проблемы, связаны они как раз с налаживанием межвездностного взаимодействия. Дело в том, что уголовная ответственность – это компетенция правоохранительных органов. В первую очередь, по последственности нашими коллегами являются органы внутренних дел. Там, где это связано с должностными преступлениями, с коррупционными проявлениями, мы взаимодействуем и рассчитываем на помощь Следственного комитета. Единственным уголовно наказуемым преступлением антимонопольного законодательства является организация картелей. Это антиконкурентный сговор, когда представители хозяйствующих субъектов договариваются между собой вместо того, чтобы конкурировать. Вопросы борьбы с картелями на территории Саратовской области также обсудили в ходе совещания. Региональное отделение антимонопольной службы нередко сталкивается с такими случаями. Буквально несколько дней назад был установлен факт нарушения законодательства. Это были уже теперь доказаны сознательные действия трех предприятий, которые заранее думали, что они собираются делать. Они зарегистрировались на разных территориях. Одно было зарегистрировано в Татарстане, второе было зарегистрировано в Чувашии и в Мариэл. И, соответственно, участвовали в аукционе. Использовалась так называемая схема Таран, когда согласованные действия были направлены на поддержание цены на торгах. Основная цель – это отстранить других участников от участия в торгах.